Утром мы проснулись в Казбеге. Мы находимся в нашем номере. Ну и завтрак по-доброму. Они потом уборщицу убирают. Завтрак продолжается. Красное вина меняется на белое. Сэр Сулугуни на сэр Моцарелла. Сколько люди остаются теми же. Рожицы те же. Немножко шире, но довольны. Это от улыбок. Широкий курорт. От широты души. Мы не только занимаемся едой. Ну и путешествуем. И это оно. Это путешествие. Это дорога на водопад Гвилет. Вокруг гора Казбег. Вокруг гора Казбег. Вокруг гора Казбег. Вокруг гора. Вокруг гора Казбег. 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 Грид. nhазбег. Вокруг гора Казбег. Вокруг гора Казбег. Вокруг гора Казбег. Лет плот dude есть много injured. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мы едем к водопаду. Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Вот еще раз мы проезжаем крепость Ананури. По дороге в Боржоми. Мы на заправке. Мы в городке под названием Боржоми. Всем известно, чем славит город. Вот этим вот напитком. Мы находимся в Боржомском городском парке. Здесь есть два источника. С теплой и с холодной водой. Боржомская минеральная. Холодную мы только что пили. Сейчас мы начинаем продвижение к теплому источнику. А вот и беседка с теплой минеральной водой. Говорят, что на вкус теплые и холодные минеральные воды отличаются. Русан, который небольшой любитель теплой минеральной воды, пытается все-таки ее употребить в организм, подлечиться. За наше здоровье. Алкоголизм повел его уже до ручки. А вот теплая как раз Боржомская вода, она поставит его на ноги. Никому не верит. Продолжение следует... Закончить сегодняшний день мы решили красивым имирули. Музыка. 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 Мы в городе Ахал-Цихи. Когда-то в 15 веке эта крепость была захмачена османами. Чудесный осенний день, бархатный сезон. И мы в Гаруси и продолжаем движение крепости Аэробат. Реставрация крепости Аэробат началась в мае 2011 года. На эти цели правительством Грузии были выделены из государственного бюджета 34 миллиона лари. Маме той крепости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Винокрадники. А.Семкин Корректор А.Егорова На вид обучают новому слову свежевыжатый сок. А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжаем осмотр крепости Вторая часть это немусульманская часть Продолжение следует... 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 Это Рублевка Продолжаем осмотр грузинской Рублевки 11-го века Это жители Рублевки Мы продвигаемся по древнему городу Варция Что это за развалюшка? Давай фотографируйся на балконе Нажал на кнопку и он держит Я здесь Мы находимся на предпоследнем этаже Пещеры Варзы Это 12-й этаж Лифт дальше не идет Зоханвей, какой здесь лифт И что здесь дальше идет Своими ножками, ребята А грузинская пища не позволяет Такого продвижения мощного Но это тоже есть После двухчасового перехода Эта элита Туристов Которая прошла Даже самый последний Элитный этаж 12-й Спускается вниз По не очень удобным ступенечкам Вперед Проходите Пожалуйста, вам ручка Да, вот они Вот они, еврейские туристы Давайте Ты же встал Пройти нельзя Почему? Мы прошли вот так Внутренними помещениями Через верх И вот тут спустились Проезжаем Мы заметили Квейры И решили Возвращение Сфотографироваться Мостик через речку Кура Мы по дороге Снова проезжаем Баржуми Но уже В светлое время И решили Показать Как тут красиво Мостик через речку Мостик через речку